И всем привет, с вами к хосту Родхост, и это вторая серия летсплея по игре Спрокет. Начиная с этой серии, я буду делать нормальные танки. Но также, начиная с этой серии, я не буду играться в песочницу, я буду проходить сценарии. Каждый сценарий относится к определенному военному периоду. Идут они по порядку, так что мои танки будут становиться все лучше и лучше. Мои танки, конечно же, вымышленные. Однако, они нарисованы на бумаге, между прочим, и весьма давно. У них есть базовые характеристики, калибр орудия, броня, скорость и вид сбоку. Как же они, блин, появились? Когда-то я придумал вымышленную страну, которая располагается на четырех островах, и немножко изолирована от мира. Однако, ее технологии идут в ногу со временем. Потом я скачал World of Tanks в 2018 году. Как, блин, я мог такое сделать? Дошел до третьего уровня, купил танк Т-60, потом посмотрел, сколько стоит исследовать танк четвертого уровня, и удалил игру. Потому что это безумный гринд. После этого, однако, я придумал свою ветку в этой игре. Конечно же, ветка именно этой вымышленной страны. Десять уровней, минимум два танка на уровень, максимум девять. Контента просто море. И еще, я не буду играть на первом уровне, который относится к Первой мировой войне, потому что технологии там на нуле. И у меня нет танков в этой ветке, которые воевали в Первой мировой войне. Максимум, тридцать пятый год, ну или тридцать четвертый. С технологиями, которые есть на этом уровне, воссоздать их не получится. Я уже пытался. Так что начнем со второго. Второй уровень называется Засада. Это предвоенный период. Я буду делать один из танков на первом уровне. В моей ветке танков, нет блин, яблок, на первом уровне находятся две машины. Я посчитал тогда это крутым новшеством. Потому что типа, с самого начала ветки ты уже выбираешь свой путь развития. Первый, он весьма узенький и стабильно хорошая техника там присутствует. А во втором это какая-то каша. Ну и короче, начнем мы со второй ветки. Танк В-1 легкий. Ну или же легкий В-1. Размеров тут не указано, но я на глаз все сделаю. Ширина метр семьдесят. Метр семьдесят. Метр семьдесят, а не метр семьдесят один. Пожалуйста. Нажимайся. Плиз. Ладно, напишу. Длина четыре с половиной метра. Сплющить, сплющить. Сорок градусов наклон лобовой плиты. Двадцать пять кормовой. Вот это и вот, да. Да, это оно. Здесь. Еще. Вот здесь минус двадцать пять градусов тоже. Тоже минус двадцать пять градусов. О, прям похоже. Башня стоит, между прочим, не по центру. Это некрасиво. Осуждаю. По центру и метр... Метр сорок до сих пор? А, это ширина башни мне мешает. Центральная часть маленькая, потому что башня почти что шестигранная будет. Зато вот здесь длина метр семьдесят. Ой, нет. Семьдесят сантиметров. Извиняюсь. Вот, вот так вот. Хорошо. Звучит вроде подобно. Я в это верю. И выглядит тоже. Ширина. Метр шестьдесят. Кольцо тоже. Метр шестьдесят. Прилично так. А вперед, на вот столько где-то. Еще чуть-чуть. И здесь скосить. О. Похоже. Ну, у меня только вид сбоку. Но я думаю, что спереди оно примерно вот так должно выглядеть. Броня. Зачем 100 миллиметров. 25 во лбу, потому что это легкий танк, как-никак. Противопульное бронирование, больше ему не нужно. Борта 22 миллиметра. Стабильно. Стабильно. Корма вообще 10. Потому что зачем. Там вообще хоть какая-нибудь броня нормальная. Здесь тоже по 10. Крыша, днище. Башня. Ну, 10 миллиметров кольцо. А так стабильно. 30 миллиметров почти повсюду. Повсюду, конечно, кроме крыши. 30 миллиметров. Ой, 10. 30 миллиметров. 30 миллиметров. 10. Все. Весьма бронированная башня. Оранжевым цветом показывает. Корпус тоже оранжевым цветом. Хотя это, блин, легкий танк. Клач брейкинг. Надо уже, блин, найти перевод. Точнее, перевести, потому что хватит говорить одно и то же нелепое клатч брейкинг. Все остальное на русском языке, а тут клатч брейкинг. Клево, как понятно, блин. Вот так. Хорошо. Трансмиссия находится сзади. Ну, естественно. Почему бы и нет? Подвеска. Мне это не нравится. Такая сойдет. Это больше похоже на то, что у меня здесь нарисовано. Но у меня здесь нарисовано 8 маленьких катков. А здесь как бы 4. Больше не получится. Даже 6 не получится. Потому что, блин, она огромная. Она какая-то паровозная. Здесь нет рессор. Я надеюсь, их когда-нибудь добавят. Потому что у меня в этом легком танке рессорная подвеска. Расстояние между ними приличное. Чуть-то вперед. Потому что мешается для моего ведущего колеса. Направляющего, точнее. Вот такое огроменное будет. В принципе, правильно получается. Все хорошо. Нормальная ширина у всего. Катки, наверное, такими оставлю. Потому что сойдет. Пусть такие вот будут. Немецкие немножечко. Это гусеницы. Возьмемся за движок. Конечно же, будет легкий движок. 8 цилиндров. А 1 литр вот здесь. 1 литр. 1. Ровно 1. Дай. Ладно, я сам напишу. 1 литр. Все, нормально. Больше ничего не надо. 5 передач. Ладно, хватит. Тебе. И 2 назад. Конечно же, вот такая вот масочка орудия. 0.30, наверное, хватит. 37 мм фойты пушки калибр будет. Не самая мощная пушка, конечно же. Длина ствола. Это база. 0.50. 50. А длина ствола 0.40. То бишь, 40 см. Не самая мощная пушка, но и ладно. Гильза 30 см. 35 мм бронепробития. Нормально. Вот такая вот пушка. Ой. Медленно она, конечно, поднимается, но похоже на то, что у меня здесь нарисовано. Дульного тормоза не будет. Осколочные фугасные снаряды при таком калибре это просто гениальная вещь и абсолютно бесполезная. Командирская башенка вот здесь. Она выполняет функцию одновременно люка для всего экипажа, который будет в башне располагаться. Ну, не весь. Механик-водитель на своем месте будет сидеть. Просто тут в башне находится аж три человека. Что, конечно, легкого танка прям удивительно. Антенна. Одна, пожалуйста. Одну антенну мне, пожалуйста. Заверните. Вот. Механик-водитель. Многострадальный. Свет. Вот здесь или вот здесь, я не знаю. Вот здесь. Надо убрать, кстати, вот эти вот дурацкие надгусочные полки, потому что у меня здесь их не нарисовано. Это, конечно, не значит, что их нет. Но пусть не будет. Потому что первый танк может быть комом. Первый, блин, получился. И поднять, конечно же, в высоту этих вот катков, потому что это выглядит очень странно. Теперь выглядит еще хуже, но и ладно. Ничего необычного. Здесь для красоты прицепить. Вот такие вот. Как это называется, блин? Для буксирочных тросов. Крюки. Ну, типа. Если не крюки, конечно, это скорее скобы. И здесь тоже, наверное, стоит прицепить. Или не стоит, я не знаю. Наверное, не стоит. Или стоит. Давайте прицепим вот сюда. В очень неудобное место. Это будет реальной проблемой туда их... Поддеть. Вообще, поддевать их. Потому что мешается, как бы... Гигантская шерстерня от трансмиссии, блин. Которая в своем кожухе заперта. Ряд дурацкий кожух будет постоянно мешаться. Ну, короче, очень удобный танк. И вообще, буду проверять на практичность все эти танки, которые я придумал, блин, тогда. Здесь сойдет в качестве пистолетного порта. Они с двух сторон на башне находятся. Здесь есть маленькая такая крышка. Типа, ее можно будет открывать. И с нее есть пистолет отстрелять. В принципе, нормально. И вот здесь, конечно же, будет курсовой пулемет. Пожалуйста, один. У механика-водителя и у наводчика. Вообще, во всех танках так полагается. Пока не меряю наводчика. А вот у механика-водителя, то, что у него будет, это, конечно, странно. Немножко. Потому что радист, его не будет в этой команде. Его функции выполняет командир. А. Тебе можно побольше места, тоже побольше места, и тебе тоже побольше места. Четыре человека в экипаже будет находиться. Не будет никакого радиста отдельного. Это будет командир. В принципе, почему бы и нет. Он и так вселит постоянно возле радио, общается с экипажем, блин. Хотя в этом танке я сомневаюсь. Он будет знаками, наверное, команды подавать. А другим танкам сообщать о том, что он поехал туда. Так что поддержите меня огнем. Либо это командирские танки я сейчас делаю. Вот. Я совсем забыл то, что у меня здесь, как бы, двигатель должен проветриваться. Не только проветриваться. У него должна быть выхлопная система. Поэтому ставим его вот сюда. Ставим сюда вентиляцию. Вот сюда вот так вот красиво ставим вентиляцию. Здесь еще так один, пожалуйста, круглый вентилятор. А вот так вот ровно по центру. Как это? Это здесь, да? Вот эта штука вот по-любому должна находиться вот здесь. Две вот эти вот. В норме. О, выгорит прям красиво, полноценно так. Прям очень похоже получается даже. Вот то, что там нарисовано. Буквально два радиатора, торчащих сверху. Вот у меня здесь они тоже есть. У меня здесь стыль на самом деле. Но там сбоку давит. Может быть он так же там выглядел. Как это радумал. А получается вроде бы все у этого танка. Броня есть, экипаж есть, гусеница есть, катки конечно же есть. Орудия есть, снаряды есть. Да по-моему здесь все есть. Осталось только запустить его в бой и проверить, сможет ли он выжить или сбежать. Тут по крайней мере написано такая задача. Ну что, поехали? Презарядка очень быстрая. Броня не выдержала и первого попадания. Вот одного нашего товарища уже вырубили. Класс. И второго тоже. Это называется наш танк Марк 86. По крайней мере потому, что я ему не дал названия нормального еще. Играя вот так определила. Хватит. Куда вообще поехали? А почему они померли? Чего они сделали? Как? Как тебя убить? Как тебя убить? Я в борт тебя бью. Сколько у меня там осколков? Один, блин. Наверное. О, у тебя эти дурацкие щетки. Мне в двигатель попали. Это плохо. О, рикошет. А умер заряжающий. Это получается все, да? Клево. Еще раз. Еще одна попытка. А нет. Давайте. Я увеличу скорость поворота башни, потому что это невыносимо. У меня есть место. Вот. 32 градуса. Вот. Вот. Вот теперь это, блин, нормально. У меня оранжевая броня. Как ты меня пробиваешь? Умудряется даже рикошетить. Зачем ты задом поворачиваешься? Ты дурак? И ты тоже дурак, да? Они подставляют свои самые тонкие места специально вражеским ботам, чтобы я за них работал. И умудряются не умирать при этом. Это, наверное, какая-то тактика неизвестная мне. Но и ладно. Этот танк похож на немецкий, но называется вообще никак не по-немецки. Куда я бью? Башню надо бить. Вот сюда. Ура! Наш первый убил вражеский танк. Я тоже убил. Меня тут, между прочим, нанесли на орудие пометку. Правда, вопрос, кто? Танкисты, блин, вышли из танка, так нанесли красиво и сразу же побежали обратно. Ай, ромбом, ромбом. Ромб, ромб, ромб. Класс, меня сбили там что-то, я не знаю, что меня сбили. Откисни. Зачем? Зачем ты поворачиваешься кормой? В чем смысл этой тактики? И почему ты выжил, блин, в отличие от меня? Наверное, какая-то тактика. Дерзкая. Класс. И опять проиграл. Поповый танк. Я бы не верил, что он проигрывает. У меня тут все отлично, блин. До него что не пройдет. Должен пройти. Я уже третий раз пытаюсь это сделать. Пройти эту, блин, миссию. И у меня ничего не получается. И они меня пробивают. Ну, самое интересное. Вопрос как? Может быть, я как осло и плохо по ним стреляю? Вот. Хорошее начало. Рикошет. Это уже плохое начало для меня. Но. Я стреляю в любую плиту, как... Так что не пробиваю? У тебя что, 35 мм брони, что ли, есть? Куда стрелять? Ой, ему двигатель вышибнул. Все, можно про него забыть. Он сейчас постепенно сгорит. Если у него подбить двигатель. Ты повернулся бортом, и тебя, конечно же, пробили. Зачем ты это делаешь? Вообще кормой обернулся. Вопрос. Нифига, и зачем? Остается открыт. У этого тоже горит двигатель. Ой, я убил одного. Он постепенно сгорел. Ох, вот это было красивое попадание. Почему я, который стоит лобовой плитой, лобовой броней к нему, постоянно умирают, а они выживают? Это реально какая-то тактика? Одна только ботам известная. Ой, придурок. Какой же ты точный. Какой же я косой. Четвертый раз? Ну что, ладно, погнали все равно. На нашей картошке. Отделяя на танк картошка. Ой, сколько вас здесь. Как я вас ненавижу, а? Кошмарный танк. Хочу красиво попасть ему в среднюю лобовку ту, которая, конечно же, меньше всего бронирована. Ты мне боишь платку, Гробин? Ты... Да как? Моторная деревня. Надо пострелять, короче говоря. Так, отлично. Один есть, и опять кормой стою. Ты издеваешься, да? Башню. Не стрелять. Командиры выносят каждый раз. Все это поражение. Попытка номер пять. Французские танчики. Клево. Хорошее попадание. Ох, один выстрел. Такой интересный люк. Прямо специально создан для меня. Чтобы я в него попадал. И выносил танки с одного выстрела. А, это уже горит. Все, я понял. Как вы его убили, я не знаю. Но вы его убили. Класс. Хорошо стал. Но недостаточно. Вот это снайпер. Здесь такие сумасшедшие холмы, блин. Я не понимаю, как по ним ориентироваться нормально. В смысле, не попадать. Не то, чтобы на брюхо садиться, блин. А не попадать под вражеские снаряды. Физика деревьев здесь, конечно, хорошая. Физика полета снаряда у моих танков ужасная. Никогда так близко Штирлицк не было к победе. Но он все равно проиграл. Шестая попытка. Опять французские танки. Наверное. А может быть они французские. Как я тебя не пробил? Тут от расстояния бронепробития зависит. Эта игра настолько крутая. Ты издеваешься? Ладно. Брюса, вылезь, ты косплеишь, да? Хорошо. Ладно, без проблем вообще. Мне как-то пофигу. Я тебя все равно убил. Тебя тоже. Ну не я, но убили все равно. Вот, выехал бортом. Молодец. Тебя, конечно же, сожгли сразу же. Давай, катись ко мне. Я тебя жду. И тебя тоже уже дрохну. Их всех перебили так быстро? О, есть еще. Только вздумаем по мне попасть. Дурак. Союзник, блин, называется еще. Вратимник номер два. Не, ну такой-то части просто... От меня не ждите. Они стреляют за полкарты с моей пуклыкой, блин. А падают в самые уязвимые места у этих танков. Даже после повреждения танк все равно может ехать. Это реально продумано, на самом деле. То, что они не успевают нажать на тормоз. И танк постепенно скатывается вниз. Под своим собственной тяжестью. Они за мной не едут. За мной, пожалуйста. Они, интересно, задом поедут или нет? Они вообще не поедут. А у них реально проблемы большие с этим танком? Я не знаю. Ну и пусть. Оставайтесь там. Я сам все сделаю, конечно же. Блин, жесткая попытка. Какие-то чудеса произошли. Я выехал все-таки на финальную прямую. На финишную прямую. Что это? Что это? Ты что такое? Ты танк? Ты не танк. Ты самоходная установка. Я все понял. Так, осталось два танка еще в запасе. В отличном состоянии, между прочим. Не поврежденные. Опять же, которые стояли кормой. У которых 10 миллиметров бронирования. Их почему-то не пробили. А меня раньше пробивали в лоб. И в этот раз почему-то не пробили. Ну. Вот тот истребитель танков, конечно же, меня прошил насквозь. Но то он и истребитель танков. Но у него нет башни. А это значит, что я смогу его просто закрутить. Стаж в World of Tanks. Два дня. Ой, один месяц точнее. Красное колесико постепенно заполняется. Давай. Есть. Все, все, все. Закрутил. Она себе нужна, что тебе урон. Модель один противотанковый. И все. Шестая попытка. И все нормально. В общем, танк рабочий. Рабочий один из шести случаев работает он. Нормально. А в остальных как повезет. Я, кстати, забыл сделать ему пять, не пять поддерживающих катков, а четыре. Но это маленькая деталь. В принципе, ладно. Когда немножко доделаю его, назову его моделью один. А точнее, танком В-1 легкий. Точнее, легкий В-1. Я вторая ему сделаю четыре катка. А окрас менять не буду, потому что окраса, я не знаю. Не придумал вообще. Так что будет, какой будет. Ну, короче, с вами был хостер от хост, который, блин, сделал танк, который работает в одной шестой из случаев. Если повезет. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если понравилось, то еще больше подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы уведомления не пропустить о новой серии. Короче, всем удачи, всем пока. И не будьте, как этот танк. До встречи в следующей серии. Вот я его, короче, исправил. Четыре поддерживающих катка. И немножко поднял их, потому что они провисали вниз. Не очень красиво. Теперь он называется Light V-1. Ну и весит 12,2 тонны. Для легкого танчика их, конечно же, многовато, наверное. Хотя вряд ли. Это брони многовато для легкого танка. Это скорее средний танк. Ну, в общем, ладно. Все, всем пока. Что это? Как это? SP Rocket. SP Rocket. Правильно, SP Rocket. Земля не для танков. Чудесный перевод просто.